всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать кмс wordpress урок номер 21 мы продолжаем с вами разбирать плагин и остел и у нас следующий идет на очереди настройка социальные сети но дело в том что здесь нету русских социальных сетей такие как вконтакте или одноклассники здесь ничего сложного нет если вам другие социальные сети интересно здесь можете заполнить профили также отдельно можно заполнить настройки facebook open graph здесь тоже ничего сложного нет но я эти опции пропускают так как я ими практически не пользуюсь да и я считаю что для русскоязычной аудитории они не сильно помогут но вот эти вещи как facebook здесь вот я что все-таки нужно наверное заполнить загрузить здесь свое логотип например вашего сайта описание и так далее ну и twitter тоже рекомендуется заполнить в этом уроке мы с вами рассматриваем xml карту сайта сначала давайте поговорим зачем она нужна и для каких сайтов она нужна переходим сюда xml карту сайта смотрите xml карта сайта очень полезно и очень нужно в плане seo то есть для лучшей индексации вашего сайта для более быстрой индексации вашего сайта если у вас большой блок много страниц много рубрик много записей какие-то вложенные там рубрики и вложенные страницы и так далее также это относится к интернет-магазинам на wordpress каким-то большим порталом например сайтом о рецептах и так далее всем этим сайтом без исключения карта сайта необходимо xml карта сайта это карта для поисковых систем когда мы с вами создадим xml карту сайта ее будет необходимо добавить в поисковые системы яндекс и google добавлять мы ее будем уже конечно же в уроке про яндекс и google то есть когда будут уроки о том как добавить сайт в поисковые системы яндекс и google чтобы данный сайт начали индексировать поисковые системы да ровно тогда мы с вами и добавим уже готовую карту которую сделаем в этом уроке именно в поисковые системы как только карта будет готова как только карта будет добавлен в поисковые системы с точки зрения seo для нас для нашего сайта это большой жирный плюс это игнорировать нельзя это очень крутая вещь карта сайта по сути то есть все созданные записи на сайте да они будут автоматически попадать в карту сайта и роботу лучше индексировать сайт через xml карту сайта итак переходим с вами на карту сайта здесь вот и у вас села да и вот xml карта сайта на вкладке общем и ничего не трогаем нажимаем на вкладку типа записи смотрите если у вас лендинг да то вы здесь нажимаете отключить и сохранить то есть карта вам будет не нужно типы записи мы нажимаем и здесь нам нужно выбрать что будет попадать в xml карту сайта настройки карты по типам записи записи в карте сайта уже стоит хорошо страницы тоже в карте сайта должны быть медиафайлы нет карте сайта здесь стоит все правильно переходим с вами исключенные записи здесь вы сможете добавить вот в это поле айди шинки и записи те которые вы хотите исключить из карты сайта то есть они эти записи они не будут попадать в индекс а как получить айди записи переходим с вами записи заходим в любую запись в ту запись в которой мы хотим получить айди шник для скрытия в xml карте да например захожу в демозапись то есть именно в режим редактирования страницы именно записи и смотрим в адресную строку у нас идет пост равно 98 где 98 и есть идентификатор данной записи точно также вы сможете узнать одежки страниц меток рубрик далее мы переходим с вами таксономии что отображать в xml карте сайта рубрики в карте сайта стоит у нас по умолчанию показывать так и оставляем метки я скрываю не показываем в карте сайта сохранить изменения мы с вами настроили xml карту сайта дальше мы кликом на вкладку общая его 10 есть ссылка да здесь вы найдете xml сайт map кликаем по ссылке вот наша карта сайта далее нам будет необходимо добавить вот эту ссылку который прям здесь у нас есть в яндекс вебмастер да это обязательно мы с вами проделаем в уроке когда дойдем до того момента когда нам нужно будет добавлять наш готовый сайт блок в панель яндекс вебмастер и так мы настроили с вами xml карту сайта на этом данный урок я заканчиваю и жду вас в следующем видео пока пока итак как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт федоровасильев.ru адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема не интересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почте чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку captcha защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывает на мою страницу fedor васильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема в п значит wordpress в подарок успешно отправлено по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указана под каждым роликом моим в youtube или почта указанном на сайте на моем fedor васильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема в п в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирована у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручивайте страницу в самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видеокурсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указанного здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции за сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь